Заместитель мэра Анапы Олег Остенко напомнил чиновникам о контроле за порядком на закрепленных улицах. Санитарное состояние города-курорта должно поддерживаться постоянно. Глава города отметил, положительная динамика уже намечена, хотя работы предстоит выполнить еще много. Тему санитарной очистки продолжила первый вице-мэра Анапы Светлана Яровая, предоставив фотофакты халатного отношения к работе сотрудников предприятия «Спецтранс». Было выявлено, что не совсем, не далеко, не качественно осуществляется уборка. После наших рейдов, я хочу сказать, следом за машиной, прям пунктуально. А вот это куча рейдов мы собрали или люди? Нет, это люди, скошенные от дворов, они используют население, цепи, которые уже клубы после выбирают и так далее. Время уговоров завершается. Поручайте нашим специалистам производить штрафные санкции на должностных лиц, на, соответственно, специалистов и тому подобное, наш широкий спектр возможностей. Отговорки руководителя в стиле «не наша задача убирать мусор» власти Анапы не приняли. Сергей Сергеев отметил, уборка мусора идет по двойному тарифу. Во-первых, анапчане оплачивают услуги вывоза мусора компаний и по факту. Город оплачивает повторно за тот мусор, что не забрали мусороуборочные машины «Спецтранс». И муниципальный заказ, и оплата граждан, и уборка при бордюрке, и мусорный контейнер, который за углом стоит, и урна, которая стоит на тракторе, убирают тот, кто победил в конкурсе. Нечего делить, нечего придуриваться. Деление именно для того, чтобы уйти... Вот видите, он встал, говорит, это не мое, хотя мусоровоз прошел. Да человеку, обывателю, в хорошем смысле этого слова, совершенно все равно чье-то. Он хочет видеть чистый город. При подготовке к новому летнему сезону эту проблему учтут. Сергей Сергеев потребовал разделить зоны и ответственность между мусороуборочными компаниями и дополнительно призвал контролировать частный сектор. К административной ответственности будут привлекать анапчан, нарушающих правила санитарного порядка в курортной Анапе. Дополнительные санкции введены для нарушителей правил застройки. В центре внимания прилегающие территории, подъездные пути и ограждения строительных объектов. Никого я уговаривать не собираюсь. От главы города у меня есть задания и задачи, поэтому можно даже не приносить мне ордера на разрытие. Я сначала посмотрю на обследование, которое мы проведем, и там, где были некачественно выполнены работы, застройщики рискуют остаться без коммуникаций. Плюс разрешение на строительство задаваться не будет до того момента, пока не будет согласно санитарным строительным нормам и правилам соответствовать ограждению строительной площадки из современных материалов, подъездные пути, тротуарные, временные тротуарные дорожки, пусть это будет деревянное исполнение, значит, строительство, я запрещаю. И с этого разрешения на строительство без акта обследования самой территории. Еще одна тема обсуждения на планерке освоения краевых... Помощникам начальника Баката отдела полиции обозначить, там же есть конкретно участковый, для кого эти квартиры. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова сообщила о проведении 11 октября дня онкопатруля. В селе Витязево с 9 до 17 часов 49 врачей-онкологов края проведут обследование и прием граждан в Доме культуры. Сергей Сергеев подключил к информационной работе Совет ветеранов и лично попросил Анатолия Гапонова разъяснить ветеранам о возможности проверить состояние здоровья бесплатно. На планерке глава города Сергей Сергеев в очередной раз напомнил Анапа – курортный город, и забывать об этом нельзя ни на минуту. «Все и всегда должно быть идеально и достойно» и привел пример нападения на съемочную группу программы «Ревизора» в одном из кафе у Центрального пляжа. По большому счету уже и земельщики должны проверить, а что же там заявить разрешенное использование земли у этого кафе. И выяснится, что это благоустройство. Возможно, это я так вслух рассуждал. Я не защищаю, те тоже интересные пассажиры. Заскакивают туда, хотят, когда хотят, и считают, что они тоже тут хозяева жизни. Вот закон о СМИ, все, он над всем превалирует. И над уголовным, и над процессуальным законом. Да нет же, у нас Конституция прежде всего. А потом уже все эти законы, подзаконные акты. Но мы же тоже должны немножко по-другому вести себя. Кто нам давал право уничтожать имущество? Подняли тему отопительного сезона на усмотрение руководителей социальных объектов. С 8 октября возможно подключение к котельным. О подготовке к новому курортному сезону на планерке говорили на этой неделе. Заблаговременно. Заместитель Моранапы Людмила Терещенко призвала всех собственников и арендаторов участков на Пионерском проспекте навести порядок и благоустроить прилегающие территории. Выразив благодарность тем, кто без напоминания всегда следит за внешним видом веренной земли. На проспекте и пляжах. В качестве положительного примера привели руководителя санатория «Юность». Остальным выделены пять дней для наведения порядка и благоустройства на пляжах и у здравниц.